А следующий наш спикер — это Виктор Щеглов из «Револют», и он выступит с докладом «Нестандартный подход к выбору клиентской библиотеки GraphQL». Виктор начал работу программиста еще в 14 лет, написав свой первый веб-сайт на мобильном телефоне Sony Ericsson K550. Конечно же, с тех пор очень много успело поменяться, но любовь к веб-разработке осталась. Виктор работал в Яндексе и Ingram Micro. Последние два года работает в команде CX Platform в «Револют», где безопасность пользовательских данных и производительность системы — главный приоритет. Его доклад будет о том, как год назад команда Виктора внедрила GraphQL в один из больших проектов «Револют», как организовало управление и хранение серверных и клиентских данных, а также в докладе пойдет речь о плюсах и минусах различных подходов библиотек и некоторых проблемах, о которых вам стоит знать. Давайте поприветствуем Виктора! Всем привет! Меня зовут Виктор, я работаю в компании «Револют», и мы строим большой глобальный финансовый суперап. Сейчас в компании работает около 2500 сотрудников, у нас больше 15 миллионов розничных клиентов, «Револют» работает в 40 странах, и недавно нашу компанию оценили в 33 миллиарда долларов. И чтобы компания продолжала расти и соответствовать ожиданиям клиентов, мы, как разработчики, внутри разрабатываем очень много различных инструментов и сервисов. И сегодня я хочу вам об одном таком рассказать. В общем, пара слов о нашем проекте. Наш проект — это такая большая мультиплатформенная система по управлению тикетами, где наши агенты поддержки решают различные проблемы наших клиентов. От возврата неправильно списанных денег до подтверждения документов на регистрацию бизнес-аккаунта. Что вам нужно знать о нашем приложении? Что 6 часов — это среднее время браузерной сессии, что означает, что в целом это некое такое автономное приложение, которое может работать бесконечно и должно соответствовать нашим требованиям. При разработке этого приложения мы используем концепцию client-state-first, или local-state-first, кому как удобно. Дело в том, что у нас очень много временных локальных данных, которые мы не отправляем на сервер, но при этом хотим с ним работать на клиенте. К таким данным можно отнести черновики, история, графики, контролы. Обычно эти данные не сильно важны, и time to life достигает не больше 10 минут. Например, когда агент хочет написать некое сообщение пользователю, переключиться на какой-то инструмент, чтобы проверить некие догадки или сравниться с ответом и вернуться обратно к ответу и, собственно, отправить этот черновик заново. Когда мы говорим про локальное состояние и про вообще концепцию client-state-first, мы обычно говорим, что локальное состояние — это больно. И действительно, миллион разных разработчиков, миллион разных компаний часто нам рассказывает на разных конференциях или пишут в блоге, как они организовывают локальное состояние на клиенте. Мы не понаслышке знаем эту проблему и периодически с ней сталкиваемся, поэтому для нас это переочередно. Но давайте не будем о плохом, давайте поговорим о GraphQL, ведь GraphQL — это безумно крутая концепция, и мы очень любим GraphQL использовать. Мы большие поклонники использования GraphQL, когда дело доходит до выборки данных. Абстракция, которую предоставляет GraphQL, позволяет нам очень гибко запросить наши данные и которые нам нужны в определенной ситуации. И действительно, когда впервые сталкиваемся со схемой, мы не просто начинаем думать и не просто работаем с какими-то уже подготовленными для нас данными, мы прекрасно понимаем, как наши данные выглядят, что у нас есть, например, юзер, у нас есть тикет, что между ними есть какая-то связь, что мы можем запросить одних и получить вторых. Но когда доходит дело до какого-то UI-представления, обычно мы как фронтендеры хотим эти данные, эти сырые серверные данные как-то обогатить. Ну, например, для юзера мы хотим отобразить флаг его страны вместо какого-нибудь обычного сухого ISO-поля, который приходит с сервера. Ну, а для тикетов, например, мы хотим отформатировать красиво дату вместо нечитаемого таймстемпа. На основе этих данных хочется выразить некие требования к нашему случаю. Нам хочется считать стейт на основе серверных данных и хочется расширять серверные, не серверные. Такие базовые концепции и некая специфика нашего приложения ввела нашу команду в некие сомнения. А как же мы будем с этим работать? Какой мы тогда выберем клиент? И хочется сразу на это ответить, почему не Apollo-клиент? Ну, на самом деле, для этого мне понадобится некий сильно упрощенный абстрактный пример, как, например, мы хотим отобразить UI-карточку пользователя с его именем, фамилией инициалов и некой логикой клиентской с кнопкой «Выбрать». Для этого мы можем посмотреть нашу схему GraphQL и увидеть, что, в принципе, все данные есть, кроме инициалов и кнопкой «Выбрать». Как же в таких случаях мы бы поступили, если бы работали с Apollo? В Apollo есть концепты Type Policies, где мы можем завести либо новое поле в схему, либо как-то промодифицировать во время чтения существующее поле. Ну вот для нашего случая мы завели бы новое поле инициалы, писали бы функцию чтения, где через помощь устроенную функцию readField мы бы получили, собственно, соседние свойства, это FirstName и LastName, и с помощью некой магии JS взяли бы первый символ, и всего лишь нам бы осталось запросить эти данные с директивой клиент. На самом деле это прекрасно, и это то, что нам нужно, но здесь есть некоторые проблемы. Во-первых, слабо типизированный readField. Мы действительно должны указать, какие данные мы запрашиваем, в каком формате они нам вернутся. Мы также должны указать, на самом деле правильно указать файлы, точнее свойства, какие мы, какие есть в схеме. Ну и на самом деле, чтобы работали различные инструменты, которые обычно мы любим использовать вместе с Apollo, это интерспекцию, там, GraphQL Generator, мы должны не забыть обновить типы для новых клиент-полей. Все остальное облако. Давайте перейдем к следующему примеру с кнопкой «Выбрать». Этот вариант уже не так прост, как первый. Он вносит некую действительно локальную логику. Мы не можем на основе существующих данных как-то скомпоновать это поле, поэтому мы… Apollo предоставляет два варианта. Вот одним из вариантов давайте воспользуемся. Это writeFragment. Он позволяет нам получить нашу сущность, в данном случае юзера, по идентификатору, с помощью фрагмента получить доступ к его свойствам и с помощью даты, собственно, изменить это свойство. Здесь тоже есть несколько проблем. Это, в первую очередь, общение с кэшем посредством GraphQL-запросов. Без необходимого тулинга мы можем допустить очень много ошибок. Индификатор — это также довольно-таки слабое место в этом случае, ведь мы могли предопределить индификатор в Type Policy. Ну и сложность с резолвом индификатором. Ну и также нам стоит не забыть обновить клиент-схему. И на самом деле, я вас немного обманул, это работать не будет, ведь это поле нету в кэше, оно также мы должны были его определить локально, поэтому на самом деле функция writeFragment работает только с кэшируемым полем, и по сути она ничего не изменит, и мы на самом деле это никак понять не сможем. Поэтому предлагаю перейти ко второму варианту, и в Apollo 3 появилась новая функция, называется makeWare. Apollo нам как бы говорит, ребята, мы вам предоставляем новое активное свойство, положите, значит, вот в эту структуру, любую вашу структуру данных, и если эти данные изменятся, то все компоненты, которые используют, например, запрос с этой переменной, или просто компонент с этой переменной, при изменении перерендерятся. И на самом деле это действительно круто. Тогда бы мы для нашего случая создали некое поле, например, selectUsers, также определили бы, как в первом случае, новое локальное поле из selected, и просто бы в функции read проверили, есть ли наш ID нашего юзера в переменной selectedUsers. Здесь есть тоже несколько проблем. Это, в первую очередь, две точки истины. Ведь представим, что нашего пользователя какой-то мутации внезапно мы удалили и забыли почистить, собственно, selectUsers. Тогда мы можем увидеть, что у нас в системе 10 активных юзеров, но при этом выбрано 11. Это баг. Также к проблемам я бы отнес слабо выраженный редюсер, и на самом деле вот этот makeWare, он довольно-таки простой, и не очень понятно, как его стекстуировать и хранить, стоит ли использовать это везде, вне GraphQL. Ну и на самом деле та же самая проблема, нам нужно обновить клиент-схему. И здесь, как итог, хочется сказать, что действительно, наверное, вернуться к цитате классиков, что действительно локальное состояние — это больно. GraphQL, концепция, работа с локальным состоянием заставляет нас серьезно понимать и писать много на саму более плейт кода для того, чтобы работать с кэшем. И поэтому мы подумали, а что же есть на самом деле альтернативное? Что у других? Вот создатель UQL говорит, что на самом деле он не верит в подход с локальным стейтом, как некая прослойка для управления GraphQL клиентами, поэтому, наверное, даже не будет в планах у них такого. А мы пошли дальше, и мы решили определить, а что же, собственно, мы сами-то хотим от GraphQL? Может, действительно, создатель UQL прав? Ну и действительно, от GraphQL клиента мы хотим всего лишь несколько вещей. Это, собственно, логика получения, обновление данных, кэширование, удаление повторных запросов, фоновое обновление, оптимистик с апдейтс и погенация. Ну и какая-то работа с оптимизацией памяти, чтобы наш кэш не разрастался. И в этот момент мы с командой решили подумать, а что если по-другому? Что если не GraphQL, библиотека нам предоставляет работу с обогащением локальных данных, а что если какой-то существующий менеджмент стейта предоставляет прослойку по работе с сервером и с GraphQL сервером? И мы нашли такое решение. Это решение было MST GraphQL. Вы скажете, наверное, что? MobX, MobX-T3, GraphQL. Ну, тут стоит дать определение. MobX — это такой инструмент для создания различных там реактивных сущностей. А MobX-T3 — это, по сути, некая надстройка над MobX, которая позволяет вам структурировать и гибко описывать ваши реактивные модели. И создатель MobX подумал, подождите, ну кажется, что концепция, собственно, контракта в виде нашей вот как раз GraphQL-схемы и концепция та, которая обычно использует разработчики, которые используют MobX-T3, очень похожа. И там, и там есть связи, и там, и там есть сущности, и там, и там мы работаем с моделями, и там, и там есть какая-то согласованная архитектура. А почему бы не сделать некую прослойку в виде GraphQL-клиента, который заберет на себя всю серверную работу? И три года назад на React Europe он это представил. Вот, пожалуйста, ссылка на видео. Давайте попробуем разобраться, как это работает. На самом деле работает это очень просто, и очень похоже на то, как это работает в Apollo. У нас действительно есть некая прослойка в виде MST GraphQL-клиента, который забирает на себя всю логику по парсингу, прокешированию даты, по удалению дубликатов, и, собственно, отправляет данные на сервер, получает данные сервера, и раскладывает наши данные по заранее сгенерированному на основе кода генерации, на основе нашей схемы, нашему MST-дереву. А нам остается лишь в UI реиспользовать эти модели, обогащенные нашими свойствами. Давайте попробуем разобраться чуть поподробнее. И на самом деле основная киллер-фича здесь заключается в генерации. Как это работает? Во время компиляции мы просто скармливаем нашему MST-клиенту нашу схему. Он генерирует много файлов, которые на самом деле для каждой сущности генерируют два файла. Это основной оригинальный модель данных и расширенный модель данных, которая, собственно, и создана для того, чтобы мы ее добавляли и обогащали какими-то геттерами, какими-то новыми свойствами, какими-то новыми функциями. И на самом деле эта концепция идеально подошла под наш пример. Вот если вернуться к примеру с пользователем, то как бы мы тогда здесь поступили? Также в нашей расширенной модели добавили бы в новое поле из Selected. Мы добавили бы новый геттер Initials, который типизировано получает соседние свойства, это FirstName и LastName. Взяли бы первый символ. Ну и добавили, собственно, Actions, который бы менял бы наш Selected на наше, собственно, значение, которое мы ему передали. И что самое приятное, что если мы посмотрим на компоненты, мы увидим тоже довольно знакомый с Apollo пример. Мы также декларативно запросим нашего юзера. Мы также можем проверить, если загрузился он или не загрузился. Но уже здесь мы получили в Data уже обогащенные наши данные с обогащенными свойствами, с обогащенными экшенами, и нам достаточно вот так вот декларативно описать нашу карточку пользователя. Преимущества такого подхода мы видим очень много. Это ориентированная модель данных, это повторное использование типов между GraphQL и Backstack 3, это огромное количество различных lifecycle событий, различных свойств по настройке вашего собственно стейта локального. Но также есть и недостатки. На самом деле по сравнению с Apollo довольно-таки слабая документация и довольно-таки маленькая комьюнити. И кое-где нет некоторых фич, которые есть в Apollo клиенте, таких как Retry. Вам их придется делать самим. Также генерирует много вспомогательного кода, ну и конечно это глобальный стор. Но перед тем, как принять решение, мы решили с командой все-таки сравнить лицом к лицу два этих подхода. Мы выписали то, за что нам нравится Apollo и решили их сравнить. И к нашему удивлению оказалось, что все то, что нам нравится в Apollo, это кэширование, это декларативный запрос данных, это optimistic updates, это error handling, и погенация. Все это уже реализовано в MST GraphQL. Поэтому подводя итог, хочется сказать, наверное, что конечно наш случай довольно-таки уникальный, и не каждому он подойдет. Очень мало приложений на самом деле работают так с локальными данными, как работаем мы. Поэтому, наверное, если вы начинаете проект или вам нужно простое управление состоянием, то Apollo клиент плюс MacWare закроет все ваши потребности и абсолютно идеален, наверное, будет для вас. В любом другом случае я предлагаю у вас присмотреться к нашему решению, особенно если вы используете стек с мобексом, ну либо посмотреть на решение, например, через контекст API и UserReducer, который есть собственно в API React, либо использовать например Apollo RQL плюс Effector, да, либо RQL плюс Jutai, в общем, выбор всегда остается за вами, и я надеюсь наш кейс вас подтолкнет к правильному решению. Спасибо за внимание. Если что, революция нанимает, приходите к нам, если есть вопросы, задавайте по ссылке лично в мой Telegram-канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова